В Шемкенте в очередной раз украли невесту. В полицию обратилась мама девушки. По горячим следам ее быстро нашли. Задержали и похитителя. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Но этого недостаточно, считают правозащитники. Ведь такие преступления часто заканчиваются трагедиями. Анастасия Новикова с подробностями. Мужчина на этих кадрах удерживает девушку. Она сопротивляется. Рядом его подельники. Они насильно сажают невесту в машину и уезжают в неизвестном направлении. Оказалось, что девушка общалась с парнем в сети несколько месяцев. И молодой человек, не спрашивая согласия девушки, решил на ней жениться. Видимо, чтобы не получить отказ, решил таким образом принудить ее к браку. Притворился курьером, вызвал ее на улицу и похитил. В полицию обратилась мама жертвы. В результате следственного действия задержанный заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области. 22-летнему похитителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подобные преступления из года в год происходят в разных уголках страны. Девушек похищают, насилуют. По словам правозащитников, наказание за такие чудовищные преступления против личности и свободы нужно ужесточать. Эту статью надо выводить в отдельный состав преступления, потому что в нем состоит несколько составов. Потому что девушек, как правило, воруют, увозят, незаконно лишают свободы, как правило, насилуют. И все, в принципе, это составляет отдельный состав преступления. Мы предлагаем ввести его в уголный кодекс, сделать очень жесткое наказание. Тем более, сейчас мы все говорим об ужесточении наказания, бытовое насилие. Это, я думаю, является частью этой проблемы. При похищении на девушек оказывают давление, запугивают и принуждают к браку. Но семья, которая началась с насилия, вряд ли сможет долго просуществовать. Не может быть речи, там, слюбиться, стерпиться или еще что-либо, потому что это личность, это человек, это не какой-то товар, кража чего-то там. Поэтому я думаю, что важно каждой девочке в семье, в школе об этом говорить. И не должна она соглашаться, она должна понимать, что на ее стороне закон, на ее стороне государство. Кража невесты, если она против брака, это не старинный обычай, а преступление. Именно об этом стоит помнить молодым людям, которые решаются на такой шаг. Анастасия Новикова, Даран Абдзиев, Абдал Турабека, Фондфорум, Бюро Шинкент.